Всем привет, и если вы смотрите это видео, то вы попали на мой канал, с вами Дрейфуэр. И добро пожаловать в видео по игре Bleach Brave Souls, в котором мы с вами ежемесячно обновляем терлисты. И в них, соответственно, меняются персонажи, появляются когда новые, или рисуются старые, или что-то было пересмотрено. Да, ну, например, в основном это пересмотр идет за счет влияния других персонажей, которые вот вышли, и на их уровне уже, например, персонажи, которые были раньше в этом тире, они могут стать ниже. Да, это нормально, и мы стараемся и делаем все объективно. Итак, давайте приступим. В этом месяце у нас ничего не изменилось в некоторых атрибутах, ну, в основном в зеленом атрибуте, потому что там не было новых персонажей, как и вроде в фиолетовом, но поменялись некоторые позиции у персонажей. Итак, давайте мы с вами на это все взглянем. Начнем мы, конечно же, с фиолетового атрибута, как и всегда. Все, что здесь поменялось, это поменялись местами, точнее, один персонаж упал ниже. Да, и как вы поняли, это Масаки. Масаки у нас в С. Если вы задали вопрос, почему, я вам дам такой ответ. То, что в дабл-С тире мы решили, что правильно будет оставить тех надеров, которые, ну, минимум с одним флуре имеют 100 надо. Да, 100% урона сильных атак, дополнительных, и выше, соответственно. Поскольку я уже говорил, что в 3С попадают исключительно персы с бустом атаки, то в 2С попадают персы с надом 100+. У нее 80, и она, по сути, ну, почти на уровне токенады, только на 40% сильнее, даже на 35, потому что у нее суммарно 60 надо в скиллах и 20 в линке. У него 25 в линке и 20 в скиллах. Трансформацию мы в счет не берем, а буст у них одинаковый. Поэтому, по сути, у них не может быть настолько огромной разницы в уроне. Но и токенада по силе не может находиться в С. То есть он, ну, слишком слабенький для этого тира. Поэтому рационально будет поставить Масаки ниже. То есть, где она сейчас стоит. Это будет правильно. Да, она безумно хорошая, очень полезная. Рекомендую всем ее выбить и использовать. Но, по сравнению с другими найдерами, которые есть, ну, того же Икаку, у которого там тоже до 40 урона, она все-таки будет довольно слабенькой в наше время. Тем не менее, у нее есть полезные скиллы по типу щитов на бусте. Конечно, без мультибарьеров это плохо, но они есть. И хит-хиден-анимес. Да. А, ну еще вот таки надо есть один неприятный минус. То, что у нее отсутствует поиск. Но за счет того, что он дальник, в принципе, более-менее пойдет. Следующий атрибут красный. Я вас обманул. Оранжевый. В нем у нас появился тоже были некоторые изменения с тем, что переместились какие-то персонажи. Ну, потому что количество урона у них, ну, вы поняли. То есть у найдеров, оказывается, было те, кто в 2С сидел с надом меньше 100. Или кто в ВС сидел с надом больше 100. Они, соответственно, рокировались, там, поменялись и так далее. Ну, вообще, в оранжевом атрибуте у нас появился только один персонаж. Это Ишин Курасаки. Точнее, Ишин Шиба. Он еще был Шиба. И да, это перст на 3С. Он потрясающий. Ну, в каких-то аспектах. Давайте мы с вами взглянем на его статы, чтобы все увидеть. Итак, вот он. Он у нас является киллером Квинси, что у нас, собственно, дает нам нового топ-перса в этом киллере, этого атрибута. С ульты у него ослабление и кровотечение. В принципе, это круто. Ослабление это всегда топ-дебаф. Но есть нюанс в том, что в остальных атаках у него присутствует огонь, а не ослабление. И для ПВЕ огонь это говеный дебаф довольно-таки. Ну, то есть он бесполезный практически. Он полезный только тогда, когда по нему повышен урон. Причем значительно. То есть там 40% по нему, потому что 40% можно от команды добавить. Ну, короче, вы поняли суть. Но... Чё, у меня лампа потухла. Ну, ладно. У Ишина отсутствует урон по огню. И в ПВЕ, то есть в кооперативе, в синглплеере, на лимитбр... Нет, на лимитбрекере, кстати. Хотя тоже такое, на самом деле. Короче, поджог работает... Ну, он просто ненужный дебаф. Есть кровотечение. Вот кровотечение это хороший дебаф. Он запрещает атаковать большинством сильных атак... Всеми сильными атаками вашим противникам атаковать вас. Ну, и также наносит урон. Плюс по нему урон больше наносится. Но у Ишина и этого нет. Что довольно проблематично. С другой стороны, у него есть 120% бусты СП. Дополнительно 2 фрэнди и 50 сада. А также рэмпэйдж. Спустя долгое время, наконец-то, еще один атрибут пополнился персон с рэмпэйджем. И все бы ничего, если бы не его мувсет. В котором присутствует самый простой вылет. Да, это не самый лучший скилл на самом деле, если быть честным. Он хорош. То есть он пробивает, он наносит урон. Но область его поражения довольно маленькая. Если вы хотите поспорить, я вам сейчас приведу аргумент, который, ну, даст понять, что этот скилл реально кал. В сравнении с тем, что существует. Я вам напомню такого персонажа, как Айзен 4-го превращения с Хоуги Оку. У него вылет на первом приеме на 750 радиуса в цифрах. И у этого персонажа нет хавака. То есть радиуса повышенного. В то время как у всех, у кого есть вылет, в том числе Ишин, имеющим хавак, у него радиус 625. И поверьте, разница ощутимая. У Айзена без хавака намного больше радиус, чем у персов с хаваком. Вы понимаете это? И вот у Айзена вылет у него крутой. У Ишина он обыкновенный. Радиус, то есть охват, который он, за которым он задевает врагов, он незначительный практически. В отличие от Яхлы, у которого, да, у него тормозит первый прием, это бесит. Но у него там хороший радиус. У него по кольцу идет довольно, ну, большой охват. Потому что у него и с хаваком там, по-моему, в районе 750 радиус. И это очень хорошо. Как раз таки как и у Айзена вылет. Ну и плюс, конечно, у него там викинг, у него две ульты можно сделать. У него удар с воронкой. В отличие от Ишина, у которого воронка с воронкой. Я напомню, стяжка плюс стяжка, это... Это хуже, чем удар с воронкой. Удар на огромной области вносит кучу урона, что раньше помогало несколько волн в ГК сбить, ну, в хард ГК. И после этого пускало воронку. В то время как такая стяжка, которую ввел Улькиора, беленький этот Улькиора, который впоследствии появился у Ичига восьмой годовщины и у Ишина теперь, она наносит мало урона, и у нее еще и маленький радиус. Даже с хаваком. То есть у него, в принципе, рабочий скилл прям по полной. Только фуллскрин. Да, и это плохо. Он топ-2 своего атрибута. Это факт. Он не лучше Яхве. Плюс у Яхве есть еще откат приемов при налоках, а это охренительный скилл, если честно. Вот. И у него... Ну... Да, у него Викинг. Викинг это такая штука, ребят, которая дополнительно наносит урон. Вот. Конечно, Ишину не у и так урона до жопы, на самом деле. Но, опять же, одним уроном все не ограничивается. Особенно в режиме ПВЕ. Ну, конечно, с другой стороны, можно вообще всю эту фигню не делать, потому что ПВЕ не обновляется совершенно. У нас нет никаких новых квестов сложных, в которых весь дэмэдж будет показываться полноценно. Но, тем не менее, все равно приятнее играть тем, у кого и с мувсетом все хорошо, и скиллы в древе офигенные, и урон высокий. И у Яхве это все есть. У него и мувсет, и урон, и полезные скиллы. У Ишина же проблема с мувсетом, и отсутствует... этот самый... дебаф. Ну, у него вообще, кстати, у него, к слову, иммунитет к ослаблению, которое есть на свитках. Да. А еще она есть на... ГК, в котором он, кстати, потом мы к этому перейдем. То есть, в принципе, да, Ишин охрененный. Охрененный. Но не замена Яхве. Яхве все еще топ-1 атрибута, и это... Ну, это объективно. Ну, вы можете как хотите оправдывать Ишина, но... это ни на что не повлияет. Он по факту лучше, чем Ишин. Поэтому... Да. Вот таким получился у нас Ишин и обновление в оранжевом атрибуте. Но, опять же, тем не менее, он нужен на новой ЛБК, и я советую вам открывать эту витрину, дабы достать данного персонажа. Тем не менее, все равно он суперкрутой. То, что он хуже Яхве, это не значит, что он плохой. Он лучше всех остальных оранжевых персов, которые есть в игре. Поэтому... Это... Ну, замечательный перс. Его... Настоятельно рекомендуется вытащить. Плюс у него другой киллер, что значит, что он может пригодиться в другом квесте. Так что... Да. Пользуйтесь этим. Следующий атрибут у нас красный. Здесь у нас было два новых персонажа и... пара перестановок. Я думаю, начнем с новых персонажей. Это Ичига Вайзард. Где он тут? Да, ему дали... Ой. Ой. Не туда немножко. Ему дали киллер Штерн Риттеров. А еще ему дали дроплеты. Если я вам сейчас покажу, что у него есть. У него линк дроплет фарм. У него один спринтер. У него... 160 сада при одном френзе. Это зашибись. 180 сада. Но у него просто дроплет. То есть, это фармер с босс-киллером, который, ну, практически нигде не появляется. То есть, Штерн Риттеров боссов вы найдете максимум на ивенте, где, о боже, вышел перс с этим киллером, и там босс Штерн Риттер. Охренеть. Только там вы встретите этого босса. Больше нигде. На дроплетах вы никогда не встретите Квинзи. Там их не появляется. Не, ну, может появляй, просто я этот класс не играю. Он мне не нужен. Да и, честно говоря, фармить дроплеты в обычном коопе, это, ну, такое себе. Если вам нужно много дроплетов, идите лучше в Эпик Рейд. Возьмите пачку 6 Ичига и... и мочите. Вот. Тем более, сейчас там x3 демаж, хотя он скоро уже пропадет буквально. Ну, запись видео просто идет 30 мая. Когда оно вышло, уже все пропало. Короче, фарм перс. С дерьмовым довольно киллером для ПВЕ, но с охрененным уроном. И, кстати, почти что идеальным мувсетом. То есть у него бим, а у есть оркл и фуллскрин. Это замечательно. И... Да, он находится в 2С-тире. Все потому, что он идентичный Тенсе Зангетсу. А Тенсе Зангетсу синий у нас находится в 2С. А поскольку он единственное, чем отличается от него уроном на 20%, ну, он заслуженно стоит в своем месте. Да. Он крутой. И это, сука, вайзер тычига. Мы его ждали очень много лет. Поэтому... Ладно бы его немножко... Ну, как немножко? Засрали конкретно. Поднял Айзена, потому что он какого-то черта был. Мало того, что вот здесь вот так еще и... Вот внизу был так еще и... Имеет 110 надо. Ладно. Вот. Ну и, конечно же, конечно же, Масаки. Масаки, Курасаки. Это больно. Болезненно. Очень, очень больно. Прекраснейшую Масаки, замечательную в росте девочку, что с ней сделали? Правильно. Ей попросту уничтожили мувсет. Для ПВЕ. Да. Для ПВЕ у нее настолько все плохо, что, я думаю, мне стоит сказать цифру в 18%, и вы сразу поймете, о чем я говорю. Да. У нее очень сильное древо. У нее 120 буст СП. У нее, кстати, киллеры спады. Рез после ульты. Паралич со всех атак. Плюс у нее урон по параличу довольно огромный. Вроде как вот этот вот пауэр атрибут куинси дэмэш складывается. Если нет, поправьте в комментариях. Плюс у нее шанс наложить на любого аранкара. А я, как я говорил во взоре, это очень топовая фича, потому что ей можно идти на квесты с аранкарами. Не обязательно именно, чтобы босс был спада. То есть, просто по киллеру аранкаров, и она будет на них накладывать шансы в 12% свои дебафы. Два фрэнди, 60 берса. То есть, ну, все зашибись. Но, блин! У нее 18% шейф на первом и турель на втором. Да, для ГК я понимаю. Но если акцентирую внимание на ПВЕ, это полная дресня, если честно. Турель еще, ну, более-менее себя показывает. Ну, так вот. Ну, вот так вот. Но шейф 18% это, конечно, трэш. Тем не менее, третий проем не работает как всегда хорошо, так что там претензий никаких. Я напомню еще раз, в очередной раз напомню, что паралич с шейфом это говно. И ну, ей тупо все засрали в мудсете. Тем не менее, она все равно триплэс перс, она явно будет лучше, чем многие другие персонажи. Вот. и как я вам говорил, сынишка ее, Ичига, держался в этом тире на соплях. И как сказал один мой друг, мамка пришла, сопли вытерла, Ичига упал. Да. Все. Хватит держать этого Ичига в 3С. Он все еще топ-1 этого тира. Он будет топом 1 этого тира сейчас. Да, он лучше всех, кто тут есть. Потому что у него, я напомню, самое лучшее древо, за исключением отсутствия лонгстрайда. Лучшее древо, в котором присутствует огромнейшее количество самых топовых скиллов. Но у него нет буст-сп, и три фрэнди с 20 сада на самом деле ну все-таки конечно не настолько прям мощно, как ожидалось. А еще у него дерьмовище мувсет. У него опять воронка с воронкой и 18% шейф. Единственное, что у него охренительное, помимо накладывания дебаф на всех зеленых врагов, там, чтение всех доджей, шейрит комплистатус иммунити, ослабление с дрейном, у него есть пояс брейк. Это идеальный перс на ЛБК, то есть лимитбрейкер, да и в принципе в кооперативе, где только можно, где есть враги с поясом, это вообще лютый перс. да. Но даже с тремя фрэнди он все-таки на самом деле уже не так силен, как казалось раньше. Ну и да, в Масаке у нас топ-3 красного атрибута, с тест на руки топ-2 и у Улькиора исправленный, полноценный, офигенный топ-1 атрибута. Так что, ребята, такие вот дела. Переходим к синему атрибуту и здесь у нас появился Грим Джоу. Вроде больше никто никуда не повышался. А, кстати, в красном атрибуте еще, да, напомню, что у нас пока, короче, Гинрей повысился, потому что ему дали 50 надо, а он теперь в итоге в Б-тире. Вот, да. У него нету гардбрейка, он в этом самом с 50 надо сидит нормально. В синем атрибуте у нас появился Грим Джоу Джага Джаг, рядом со своей же версией, только с киллером но Аффилиейшн. И что же из него сделали? Конечно же, снова несовместимый киллер с его версией, но опустим этот момент, он уже не актуален. Киллер Квинси. Он на снайдер, и это единственный и лучший саппорт на ГК по Квинси. 30 надо, гардбрейк, ДТ по Квинси, нахрен, вообще не понимаю, 40 надо, то есть, суммарно у него, у него в сумме вышло где-то 90 надо, как я помню. Так, 40-30, это у нас 70, плюс 10 милли дэмэджа, это 80, да, у него 80 надо. У ромба кровотоку 60%, ну, стартовые барьеры. Поэтому персонаж находится в 1С, да, ну, потому что у него меньше 100 надо, как я уже говорил, это все, что было в синем атрибуте, и в зеленом атрибуте поменялись только персы, которые были имеющие 100 надо, находились в С-тире, это у нас Абирама поднялся, и Вега. Я не знаю, какого хрена Вега вообще у нас сидел в С-тире, что он там забыл, хотя у него есть лонг страйд спринтер плюс 2, у него барьеры, у него больше 100 надо, у него там еще и киллер нормальный, кстати, не по боссам, а именно по мобам. Да, это не как Абирама, у которого 110 или 120 надо, но при этом киллер из пада, а у него киллер людей. А это, извините меня, ребята, такие противные. На этом ПВЕ тиры завершены. За 20 минут мы с вами их все рассмотрели. По Абирингу пройдемся по гильдийным квестам. Как я уже говорил, Масаки у нас киллеры спады и она лучшая. Урон у него будет дохренища, турель будет бить больно, к сожалению, будет довольно маленькую область охватывать и будет чисто по боссу бить, то есть мобов будут шотить саппорты, иначе никак. И, кстати, во время туреля она уязвима, как и Ичига с Улькиорой во время своей суперзарядки. Да, по ней могут попасть. Поэтому турель тоже не идеальна, но благодаря тому, что она гарантированно практически может наложить огромным шансом паралич, а у нее там 12%, и там урон по параличу еще огромный будет, плюс вы можете им добавить этот урон, она будет идеальным с мейном, с которым Улькиора точно не сравнится. Перс, который даже, ну, будучи 2 из 5, не может ваншотнуть мобов ни одним своим приемом, это позорно. Поэтому Масаки у нас в 3С. Квинси киллер. Вы могли подумать, что Ишин будет топ-1, но это не так. Да, еще раз напомню, почему Чичен до сих пор топ-1, настолько он имбовый. Да, он будет послабее. В основном на СП-буст, потому что у него на Гаудже, который моментально заряжается очень быстро, у него 50% буст-СП, 2 фрэнди, 150 сада. В то время как у Ишина 120 буст-СП, да, это в 2,5 раза больше, но у него будет меньше сада при фрэнди плюс 2. Почему меньше? У него же рэмпейдж. Я вам раскрою тайну. Рэмпейдж не заполняется на 100% в ГК. Максимум, на что он может заполниться, если повезет, я даже не помню, бывает такое или нет, но это 80%, и то не факт. По-моему, 60% даже это максимум. Ну, даже если так, он будет по урону, ну, он будет мощнее, конечно, за счет буст-СП, но Викинг у Чечена делает свое дело. Ослабление это имба. Плюс к нему можно идеально вместо вот Грим Джоу взять отличных саппортов, таких как Ичига Квинси, который даст 20 сада. А, не, погоди. А, нет, я вспомнил. Этот, как его зовут-то, слепой который, короче, он дает 40 урона по дебафам, и, по-моему, тоже 20 сада он дает командного. То есть, ставите просто, чем это как Сунахан, и ставите Ичи Бея, ставите ему в помощник Чоджера ТКВшного, и ставите Супер Буст. Все. Лафа. Просто он разносит. У него при заполнении шкалы откатываются все приемы, и он заново хреначит по максимальной силе. Потом у него заканчивается гауч, и благодаря тому, что вы можете просто рукой в стороне бить, пока саппортом мочит вашего противника, у него опять заполнится гауч, он его использует, у него снова откатятся все скиллы, и он будет продолжать бить. Да, это идеальный мейн для этого ГК. Тем не менее, это не означает, опять же, что он плох. Он потрясающий. Он выше деда стоит, который уже на протяжении двух лет почти тащит. Ему в поддержку идеально можно поставить Грим Джоу, который бьет по кровотоку, который есть у Ишина. Ну и можно на Итору поставить. Да. Который тоже будет по кровотоку бить. Если у вас фулл транс, это вообще бомба. Поэтому да, Ичи Бэй, он все еще топ-1. Держится уже почти полгода. Как и Яхва, кстати. Так что, если у вас нет Ичи Бэя, выбивайте Ишина. Если кратко с Ишином, то у него вылет на первом приеме с маленьким радиусом, что охватывает довольно малое количество врагов, а также воронка с воронкой, то есть тоже маленький радиус и невысокий урон за счет двойной стяжки. Не пожалеете. Но если у вас есть Ичи Бэй, то Ишин вам здесь не пригодится. И последний это Штерн Риттер. Тут был добавлен только Ичи Гэн. Поскольку у нас в ГК с Шинегами у нас был Тенса Зангетсу, у нас был еще по-моему какой-то перс... А, ну по-моему как раз Мому, который 160. Да вот, даже не надо другой киллер смотреть. Там разные ситуации. Там просто персов дохрена. Здесь персов мало и видим, что Мому у нас стоит в С-тире, а у нее 160 сада, то Ичи Гэн на том же уровне абсолютно. То есть он... Но он явно не на уровне своей таковой версии. Ну, таковая версия это просто мастхэв. Такие дела. Ну и последнее это Арена. Тут особо ничего не поменялось. Добавился только Ишин. И мы его просто впихнули вот сюда. Ну, блин, перс без скорости, без лаздича, с вылетом, с воронка воронкой, плюс он с Шинегами, ну, короче, чисто за счет своего огромного урона и высокого шанса наложения дебафа на фиолетовых врагов. Да. Ну и с ульты у него еще викинг. Это полезно. Все. На этом обновления террористов завершены. Все объяснено, все доведено, показано, рассказано. Если у вас до сих пор присутствуют вопросы, вы можете писать их в комментариях, но не надеетесь, что на них получите ответ, потому что я уже все сказал в видео. Если вам что-то стало непонятно, перемотайте назад и послушайте еще раз. Если вы не верите, что это так, это не мои проблемы. Не хотите верить в правду? Не верите. Мир от этого никак не поменяется. И персы от этого никак не станут лучше или хуже. Вот как их выпустили, такими они и есть. Такими они останутся навсегда. Но за исключением того, если им засрут какую-нибудь атаку по типу Улькиора, который вылетом ничего не наносил. В итоге мы все пофиксили, теперь он лучший красный персонаж, с которым я, кстати, прошел Nightmare ГК. Так что выбивайте, когда он появится. А на этом все. Спасибо всем огромное за внимание. Не забудьте оценить это видео лайком, подписаться на канал, поддержать это видео репостом, закидывать его в группы Publish Brave Source, пусть люди знают, пользуются. Опять же напомню, что в основном эти тиры созданы для людей, которые играют в игру недавно, потому что они не знают, какие персонажи существуют, где они хороши, куда они зайдут. И благодаря тирлистам, которые, кстати, в группе ВК тоже расписаны все текстом, то есть, какие персы для чего нужны, все есть, и вы можете этим спокойно пользоваться. Здесь я объясняю, когда новые персы добавляются, что они из себя представляют и так далее. То есть, как обычно. Вот и все. Есть какие-то интересующие вопросы по другим персонажам, которые не входят в это видео, обязательно задавайте, и я на них отвечу, либо ответит кто-нибудь из других людей. Все, всем спасибо за внимание, удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok